Это было крайно, крайно города, и отсюда выдвигались непосредственно уже на переправу. Там, где сейчас стоит Никольский храм, в начале 19 века начинался Московский проспект. Накануне войны 1812 года барнаульские солдаты выдвигались отсюда, чтобы сражаться с наполеоновской армией, спустя почти век на Первую мировую, где показали себя самой лучшей стороны. Битва при Дашичауа, которую знали во всей России. Наш полк отбил четыре атаки противника и не сдал позиций. Они ни шагу не сделали назад, не отступили, проявили себя геройским, отстояли свои позиции. За это сражение полк был награжден Георгиевским знаменем, высшей наградой в Царской России. В то же время в Барнауле освещали место для храма при полку. Территория, где сейчас располагается БИИ, даже сохранила казармы тех частей. Связь солдата церкви была прочной, с полком в бой уходили священники, и вместо офицеров могли вести за собой солдат в атаку. В 1906-м на пожертвование участников русско-японской здесь построили церковь. 12-й пехотный сибирский Барнаульский полк за всю войну русско-японскую был награжден. Более 500 знаков Георгиевского креста получили. То есть личный состав полка, более 500 знаков. Вот это в виде знака отличия Георгиевский крест сделано. Потому что там для православных располагался Георгий Победоносец, а для иноверцев, имеется в виду мусульмане и другие, там располагался императорский орел. Все потребности военнослужащих, это и крещение, это и молебны, в том числе отправки на военные действия. Все эти события проходили вокруг храма. Храм прослужил до 24-го года, затем колокольню снесли. Церковь превратили в красноармейский клуб, затем клуб летного училища. К РПЦ здание вернулось в 90-х, тогда и взялись за восстановление. Вместе с архитекторами большую работу проделали казаки. В храме их называют волонтерами того времени. Мусор выгребали, отопление делали. Даже если исходить из того, что в самом храме вся роспись на потолке, по стенам, иконы. Это делал, в частности, Комяков Владимир, художник. И на этом работа не заканчивается. Почти год казаки искали фамилии георгиевских кавалеров Барнаульского полка с 1812 по 1920 годы. Кстати, вы можете проверить, есть ли здесь имя вашего предка, и если нет, сообщить священникам. Николай Романов удивляется, что этим мало кто интересуется, а крест вызывает непонимание. Горожане оставляют негативные комментарии, кто сообразительнее гуглит. Мужчина уверен, что такой памятник лишь подстегнет к изучению истории Барнаула. Это всего лишь отдание почести тем людям, которые себя проявили на полях брани. Полк, к примеру, или дивизию, которая прошла и Вторую мировую войну, допустим, отличилась там в боях, награждена. Если они, допустим, поставят где-то и сказать, а зачем это все? А зачем? Ну, это история. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком.